Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Господарь». Здесь, на ютубе, сегодня будет только часть девятнадцатой главы. Я понимаю, что вам очень хочется слушать всё в одном месте, чтобы не было никакой цензуры и так далее, но, к сожалению, это не в моей власти. Поэтому продолжение вы можете послушать на моей странице Boosty, ссылка будет в описании под видео, либо пройти и прочитать в оригинале на фикбуке, ссылка тоже есть в описании под видео. К сожалению, никакого другого варианта я вам предложить не могу. Ну, а прямо сейчас у нас глава девятнадцатая, автор Аденаис Ватерлоу, и поехали. Валанхан, замок Кунсо, 1731 год. Неделю спустя. Когда эйфория от всего происходящего с Господарем немного отступила, принц стал задумываться о совместном будущем. Лёжа ночью в кровати после жарких ласк, он, прижатый к горячему обнажённому телу и окутанный сандалом, словно пушистым облаком, нежился в объятиях своего альфа. Околдованный этим тягучим древесным ароматом, обласканный сильными руками и зацелованный соблазнительными губами. Ему бы прикрыть глаза и сладко заснуть, только вот сон от чего-то совсем не шёл. А вместо него внутри затягивалось узлом зарождающееся беспокойство. Мог ли б подумать Тихён ещё месяц назад, что судьба так далеко его забросит, убережёт от брака с Хасоком, который, скорее всего, нанёс бы ему необратимый вред, сам того не ведая. Предполагал ли, что добровольно разделит постель с самим правителем Валанхана, который окажется его истинным? Да в самых дерзких мечтах даже думать не смел. Потому сейчас, приподнявшись на локте и разглядывая точёный профиль господаря, принц счастливо улыбнулся. Не удержался и легонько провёл пальцами по щеке, задел серебряное колечко на губе, очерчивая невидимую линию на ней. А после запечатлел невесомый поцелуй, едва касаясь и боясь разбудить. Чонгук за столь короткий срок стал для него центром вселенной, миром, наполненным, словно священный сосуд, бесконечной любовью. «Что же ты со мной сделал? Я же теперь без тебя и смысла в жизни не вижу!» Немного испуганно шепчет Тихён. Этот человек полностью завладел его мыслями, душой и телом, не оставляя шансов на то, что он хоть на секунду усомнится в их истинности. Тея всецело доверился своему Альфе, отдал ему всего себя, когда добровольно пришёл в спальню господаря. И как бы не противился тому, что ночевать вместе неприлично, но уже какую ночь именно это они и делали, оставаясь то в одной спальне, то в другой. Чонгук был потрясающим любовником. Хотя у принца и не было никакого опыта, но отчего-то казалось, что другие Альфы совершенно не такие. Ни с кем бы ему не было так хорошо, как с ним. Он считывал каждую его эмоцию, утопал в ответной страсти и желании познать всё, что тот ему показывал. Боролся со стеснением, часто краснел, закатывал глаза и фыркал, покатываясь со смеху, со своей же реакцией, но жадно впитывал, пытаясь превзойти самого себя. И сколько бы господарь ему ни говорил, что не стоит так усердствовать, и ему с лихвой всего хватает, тихон выкидывал такое, что сам себе поражался. Обсуждения того, что было во время близости, стали чем-то естественным. Раньше он заливался краской от одной только мысли о сексе, а теперь ему нравилось заставать Чонгука врасплох. Это была некая игра, в которой он постоянно пытался взять реванш. Особенно посреди завтрака или ужина, нашёптывая что-то этакое на ухо господарю, ты с интересом наблюдал, как перестаёт жевать его альфа, как откладывает в сторону приборы, изумлённо выгибая бровь, и смотрит в глаза с хитринкой. В эти два небесно-голубых озера, в которых давно утонул, потерял своё сердце, да и душу отдал без остатка. И губы трогает лёгкая улыбка, предназначенная только ему одному. А за неё тихон готов был отдать многое. Принц хотел себе господарю всего целиком, владеть его вниманием, знать, чем заняты все его мысли, но понимал, что это невозможно. Править Валанханом, да и любым другим государством, было не так-то просто. И всё же, лёжа этой ночью в его объятиях, тихон думал не о том, как проводить больше времени вместе, а почему дни идут, и ничего не меняется. И опасения, что в любой момент может нагрянуть хасок со своим флотом, да ещё и в придачу с армией Сумантры, повергали в состояние ужаса. Чунгук его в свои планы не посвящал, да и вообще вёл себя так, будто они уже мужья. Откровенно демонстрировал своё отношение абсолютно везде, начиная с кунцой и заканчивая вылазками в город, где каждый житель воспринимал принца как будущего супруга-господаря. Только вот никаких разговоров о свадьбе не шло, и с каждым днём ты накручивал себя всё больше. Чем занимаешься? Спросил он у Феликса, который удобно устроился с Мольбертом в Каминной. Ну, пытаюсь написать что-то достойное, но ничего не выходит. Вздыхает Омега и пожимает плечами. — Да может, ты не у того окна сел? — спрашивает Те. — Наверное. — А у тебя как дела? Лей разворачивается к нему лицом и смотрит на принца. За эти дни он раскрылся, словно дивный цветок. Всё же и господарь влиял на него невероятным образом. — Скажи мне, что я себя накручиваю. Те подбирает слова. — Прошло уже больше недели с тех пор, как мы стали близки. Феликс кивает. — И ничего. Ровным счётом ничего не происходит. — В смысле? — Друг смотрит на него в недоумении. — Ну, в прямом. — Когда мы только приехали сюда, Ченгук заявил, что я его будущий супруг, верно? — уточняет Те. — Ну да. — И все вокруг именно так и считают, — снова переспрашивает принц. — Ну, само собой. А что тебе не нравится? — удивляется Лей. — А то, что время идёт. А всё это так и осталось каким-то эфемерным обещанием. Понимаешь, ничего не меняется. Так он начинает злиться. — Может, стоит спросить у самого господаря? — предлагает Феликс. — Сдурел! — Нет, я про такое никогда ему не скажу, — качает головой Те. — И будешь терзать себя? — усмехается Омега. — А вдруг он просто меня себе присвоил? — спрашивает Тихён. — Я вижу сумасшедшую любовь в глазах Ченгука. Так же, как и в твоих. Вы истинные. И нужно быть слепым, чтобы не заметить очевидного. — Вот ты сейчас вообще не помогаешь, — фыркает принц. — Ну, прости, если не разделяю твои паники, — усмехается парень. — Хосок может появиться в любой момент. Официально я дал согласие на брак с ним, а никак не с Чунгуком, понимаешь? — Тихён пытается донести свои переживания до друга. — И? — Ли изгибает вопросительно бровь. — Если он приедет, а свадьба еще не состоится, то этот Альфа может меня забрать. Имеет полное право по всем законам Киандэ, — психует принц. — Ну, где законы, а где господарь, — смеется Ли. — Ну, ты серьезно? Он же украл тебя, назвал своим перед всем Валанханом. Думаешь, испугается какого-то Хосока? — А вдруг? — заламывая пальцы, нервно вздыхает Те. — Тихён? — Феликс берет его ладонь свою. — Ты здоров? — Вполне. — Тогда угомони своих тараканов, потому что они не дают тебе житья, — смеется Омега. — У меня какое-то нехорошее предчувствие, и ощущение тревоги не покидает. Принц теребит краешек собственного жакета. С детства так делает, когда волнуется. Он всегда переключается на одежду. — Мне кажется, тебе стоит обсудить это с Чунгуком. Уверен, что ты зря переживаешь, — убеждает его Феликс. — И как ты себе это представляешь? Я приду и спрошу, а когда свадьба, так, что ли, будет выглядеть, будто я у него это выпрашиваю? — Нет. И еще раз нет. Тихён отчаянно мотает головой. — Ну, хочешь, я сам у него спрошу, — предлагает Ли. — Ну, ты с ума сошел? Это еще хуже. Принц округляет глаза от ужаса и машет на него рукой. — Ну, тогда даже не знаю, чем помочь. Омега вздыхает и задумчиво смотрит на картину. После ссоры с Хюни у него все буквально из рук валилось. Оба старательно избегали друг друга, встречаясь только в большом зале. Намджун уже и не скрывал, что они вместе обнимал на виду у всех и неоднократно брал Феликса в город. Ханрас ухаживал очень красиво, дарил подарки, предугадывал любые желания парня и всячески пытался удивить. — А как у тебя дела с Намджуном? — переводит тему Тухен. — Все замечательно, — с улыбкой отвечает Ли. — А тогда почему ты грустишь? — А с чего ты взял? — удивляется Омега. — Я достаточно хорошо тебя знаю. Неужели, думаешь, не заметил, что вы с Хюнджином в последние дни вообще не разговариваете? — усмехается принц, усаживаясь на широкий подоконник. — Мы и правда повздорили. — Феликс поджимает губы и печально вздыхает. — И по какой причине? — осторожно интересуется Те. — Сложный вопрос. Ли начинает паниковать и судорожно соображать, что же такого придумать. — Из-за Намджуна? — спрашивает Тухен. — Они же и правда поссорились из-за него, потому это не являлось совсем уж ложью. Феликс коротко кивает и продолжает рисовать. — Хюнджин ревнует? Снова вопрос в лоб и задумчивый кивок в ответ. — Я думал, он неравнодушен к Чунгуку, а выходит, нет? — Получается, что так. — Ли откровенно не нравится, что ему приходится лгать лучшему другу, но язык не поворачивается сказать об этой связи между ними. — А ты сам что думаешь? — По поводу чего? — Феликс смотрит на принца. — Насчет ваших отношений. Это звучит двусмысленно, и Ли кажется, что Тухен о чем-то догадывается. — С кем? Сглотнув тугой комок, он чувствует, как сердце в панике пропускает удары. — Ну, с нам, Джуном, дурья твоя, башка! — смеется Те. Феликс выдыхает с облегчением и улыбается. Вот так недолго и параноиком стать. — Мне кажется, я именно о таком Альфе и мечтал всегда, — счастливо говорит Омега. — Он красивый, сильный и добрый. Этот северный мишка с каждым днем занимает в моем сердце все больше и больше места. — Мишка? — Тухен прыскает в кулак. — Ну, похож же, — оправдывается Феликс. — Не спорю, нам Джон очень большой, и на его фоне ты выглядишь каким-то особенно хрупким и нежным. Вчера, пока мы шли к покоям, он неожиданно подхватил меня на руки и донес до самой кровати. Тихо произносит Ли. — И? — Тэ, выжидающий, уставился на друга. И вышел от меня только утром. Пряча лицо в перепачканных краской ладонях, смущенно шепчет Феликс. — Вы что, переспали? — восклицает Тихен. — Да тише ты! — Ли оглядывается по сторонам. — Чего такой шумный? — Да не томи уже! — Тэ нетерпеливо ерзает на подоконнике. — Практически. Феликс краснеет, вспоминая эту ночь. Здесь, друзья мои, я несколько абзацев пропускаю. Воспоминания об этой ночи вы можете услышать на Бусти, либо прочитать на Фикбуке, пройдя по ссылке в описании под видео. И движемся дальше. — Ничего себе! — выдыхает Тэ. — Вот уж от тебя, скромняги, я такого не ожидал. — Ой, а сам-то первым пришел к господарю, хотя фыркал на весь фаланхан. Да ни за что в жизни! — хохочет Феликс. — Я тебя сейчас придушу! Он спрыгивает с подоконника и игриво хватает друга за шею, а потом смотрит на холст. — Вау! Это ты когда успел? — Ну, пока с тобой болтал, — усмехается Ли. — Ах, красота! — произносит принц с восхищением, глядя на полуобнаженного Намджуна, который смотрит на него в полоборота в лучах восходящего солнца. — Спрячу и никому не покажу, — вздыхает Ли. — Ах, кроме своего мишки, — хихикает Те. — Ну, насчет него подумаю, — качает головой Омега, едва сдерживая смех. Когда Юнги уходил в кабинет или уезжал по делам столицу, Чимин совершенно не знал, чем заняться. Чаще всего сидел в покоях, читая книги, и прогуливался вокруг замка или же внутри него. В один из дней Пак забрел в ту часть Кунсо, где еще не бывал, и обратил внимание на винтовую лестницу. Любопытство пересилило, и Омега осторожно миновал с десяток пролетов, оказавшись в смотровой башне. Он подошел к одному из окон, любуясь невероятным пейзажем. Бескрайнее Верейское море простиралось далеко-далеко, сливаясь с небом на горизонте. Чуть правее виднелись скалы во главе с огромным вулканом Нево, а левее расположился густой лес, которому не было конца и края. «Красиво, правда?» — послышалось за спиной, отчего Чимин сдрогнул и резко обернулся. «Прости, я не хотел тебя пугать». Принц сидел в углу в мягком кресле, укрытый пледом, а в его ногах расположился волк. «Я думал, здесь никого нет. Добрый день, Ваше Высочество!» — произносит парень, прислоняясь спиной к каменной стене и с опаской смотрит на животное. «Ой, можно без этих дурацких формальностей. Хватит с меня сангонов, стража и кунё. Просто ты хион или те, договорились?» — Ким подмигивает. «А это Син, волк нашего господаря. Он добрый. Главное, в глаза ему не смотри». «Ну, хорошо, я попробую», — нервно улыбается Омега. «А ты стала быть с ним в ладах?» «Да. Меня он почему-то принял как родного, шастает за мной везде, пока нет Чунгука». «Тоже маешься от безделья?» — вздыхает принц. «Да не то слово. Юнгис запретил без него покидать кунцо, поэтому хожу, брожу, как непрекаянный тут». «Ох уж эти альфы. Мне тоже нельзя выезжать без толпы стражников. А так хочется свободы. Эх!» — сокрушается принц. «А как ты вообще оказался в Воланхане?» — спрашивает Чимин. «Ну, Чунгук меня похитил», — усмехается Тихён. «Накануне свадьбы с правителем Мавай». «О, ничего себе!» — парень, от удивления, прикрывает ладонью рот. «На самом деле, у меня был выбор. Я мог уехать обратно, но не захотел». «И почему же?» — заинтересованно спрашивает Омега. «Потому что мы истинные. Мне понадобилось время, чтобы принять и понять это. Нужно отдать ему должное за титаническое терпение». «А она существует?» — изумлённо шепчет Чимин. «Я и сам не верил в неё, но теперь понимаю, что ещё как существует». «И как же это проявляется?» — любопытствует он. «Будто мы одно целое. Испытываешь не только собственные эмоции, но и своего истинного. Такая гремучая смесь, что иногда я в замешательстве», — с улыбкой поясняет принц. «Удивительно». Чимин с интересом разглядывает его, отмечая, что, несмотря на потрясающие внешние данные, в Те совсем не было ни намёка на высокомерие и заносчивость. Он будто самый обычный Омега. Правда, красивый — это безумие. Те-хён и сам не мог понять, чем ему так нравился этот парень. Он чувствовал себя с ним так легко, будто они давние знакомые. «А ты, значит, решил пристрелить Юнги?» — усмехается принц. «Да я искал его девять лет», — вздыхает парень. «Хм! Впечатляет!» — поражённо присвистывает Те. «Ненависть давала мне силы идти вперёд, пока я не увидел его вживую». Чимин вздыхает. «Дважды пытался, но не смог, а на третье уже он сам меня ранил своими сюрикенами». «Судьба порой очень непредсказуема», — глубокомысленно произносит Те-хён. «Но ничего не происходит случайно». «Если честно, я всё ещё сомневаюсь». «В правильности решения?» «Да». «Он же предложил мне свободу или месть, а я не смог. Особенно после того, как узнал причину убийства отца». Чимин задумчиво смотрит в окно. «За те дни, пока он за мной ухаживал, я так к нему прикипел, что решил отказаться от возмездия. Может, это и неправильно, но сердцу же не прикажешь». Он печально улыбается. «Пока ты там восстанавливался, Юнгей выходил только чтобы поесть да наведаться в купальню», — подбадривает его Те. «Он всё время твердит, что виноват передо мной, особенно за те швы, которые наложил вживую». Омега качает головой. «Ох ты, тогда кричал на весь кунцо!» — с ужасом вспоминает принц. «Но Юнгей поступил правильно. Я был невменяемым и причинил вред самому себе. Только страх повторения такой боли усмирил меня. А нам так и объяснили, что то был воспитательный момент, но я бы, Чунгука, прикончил за такое!» — усмехается Те. «Надеюсь, у вас никогда подобного не произойдёт», — хмыкает Чимин. Те Хён поворачивается на звук открывающейся двери и видит Господаря. Прикрыв её, Альфа пристально смотрит на принца и хмурится. «Что?» — выгибая бровь, спрашивает Те. «Я ждал тебя в купальне», — с ноткой разочарования произносит Чунгук. «А я сходил в купальню для Омег», — пожимая плечами, поясняет он. «И почему же?» — Альфа приближается и притягивает принца к себе. «Что-то случилось?» «Всё нормально», — опуская глаза в пол, говорит Те Хён. «Ну я что, слепой? Ты молчал весь вечер, не пришёл ко мне. Осталось сказать, что и в твоей спальне ты меня сегодня видеть не желаешь». Чунг начал злиться. «Мне нужно побыть одному», — бубнит принц. «Да в чём дело? Мне сложно читать чужие мысли», — возмущается Альфа. «Ой, не стоит и пытаться, иногда даже мне они непонятны», — с грустью хмыкает Те Хён. «Я никуда не уйду, пока не расскажешь», — говорит господаре садиться в кресло. «Ну, значит, будешь спать сидя». Скидывая халат, ты остаётся в шёлковой пижаме и забирается под одеяло. «А это ещё что такое?» — вспыхивает Альфа. «О чём ты?» — переспрашивает принц. «К чему этот дурацкий маскарад?» — он раздувает ноздри от негодования, кивает на пижаму. «Так может, мне по всему кунсоколышом расхаживать? Ещё и метку мне поставь, чтобы все знали, кому я принадлежу», — взрывается Те. «Да ты хоть понял, что сейчас сказал?» — его взгляд темнеет, а жилваки играют под кожей. Метки в Киандэ являлись исключительным случаем, когда нужно было приструнить, насильно призвоить или указать место. Такие омеги встречались крайне редко, а Альфы и тому подавно. Это считалось пережитком и унижало достоинство того, кому её ставили. «Уходи! Я не хочу больше об этом говорить!» Техён утыкается носом в подушку. Он чувствует обиду и возмущение Чунгука, но собственные эмоции просто переполняют. «Техён!» — господарь садится рядом, касаясь его плеча. «Объяснись!» «Оставь меня, прошу!» — бубнит Омега. Альфа хватает его за плечи и разворачивает лицом к себе, удивлённо округляя глаза. «Ты плачешь?» «Да что я такого сделал!» — восклицает он. Техён садится, утирая слёзы рукавом и шмыгает носом. «Лучше спроси, чего ты не сделал!» Голубые глаза смотрят сукоризной. «И чего же?» Мужчина, непонимающе, уставился на него. Техён уже открывает рот, чтобы сказать ему про свадьбу, но тут же захлопывает, его, понимая, как абсурдно и унизительно это будет звучать. «Забудь!» — бросает он и снова прячет лицо в подушке. «Не зли меня, ким-то, Хён!» — рыкает Чунгук. «А то что, выпаришь меня?» — отзывается Те. «Отличная мысль!» — господарь хлопает ладонью по выпирающей ягодице принца. «Да ты совсем страх потерял!» — шипит Техён, скидывая голову. «Говори!» — или получишь еще!» — со всей серьезностью предупреждает Чунгук. «Да как ты смеешь!» — задыхаясь от возмущения, восклицает принц. «Иногда мне кажется, что метка и правда бы тебя приструнила. Как думаешь?» — усмехается Альфа, обнажая белые зубы. «Себе ее поставь!» — Техён отодвигается подальше, убираясь макушкой в изголовье кровати. Господа резко подтягивают его ноги вниз, накрывая своим телом, фиксируя запястье наверху и проводят языком по пульсирующей сонной артерии. «Справа или слева?» — спрашивает он. «Что?» — принц испуганно дергается. «Сдурел! Пусти немедленно! Я тебя прикончу, Чунгук!» «Мне кажется, будет красиво слева». «А ты как думаешь?» — Альфа чуть прикусывает кожу и проводит языком. «Еще свяжи меня, тебе же не впервой!» — рычит брыкающийся Техён. «Справлюсь и без веревки!» — смеется Чунг. «Поставишь метку, и ты покойник! Я тебе свою на лоб поставлю! Ясно?» — кричит Те. Господарь не выдерживает и заливается смехом, падая рядом. «Тебе весело!» — вспыхивает принц. «Знаешь, когда я мечтала о самом красивом Омеге во всем Киандэ, меня не предупреждали, что говнистый характер неотъемлемо его часть», — переводя дух произносит Чунгук. «Еще не поздно найти другого», — насупившись бубне Тея и выбирается из кровати. «Куда собрался?» — усмехается Альфа. «Охладить пыл!» — бросает принц, накидывая халат. «Уходишь из своих же покоев?» — уточняет господарь. «Иначе лишнего наговорю». Он хлопает дверью. Чунгук ловит его уже в коридоре, не обращая внимания на удивленных стражников. Ловко перекидывает через плечо, шлепая по ягодицам и направляется к лестнице. «Да что ты творишь? Пусти немедленно!» — кричит Те нарочито громко, но Чунгуку плевать. «Пыл хочешь остудить? Сейчас устроим!» — хмыкает он, направляясь к купальню. «Не смей этого делать, Чунгук!» — принц вырывается, что есть силы, колотит его кулаками, по спине дрыгает ногами. «Ну, тому хоть бы хны!» Входит в помещение, которое уже слегка остыло после посещения господаря, разворачивается и закрывает дверь на задвижку. Входит в бассейн и окунает Техёна в прохладную воду прямо с головой. «Чёртов варвар!» — выныривая, отфыркиваясь, — кричит Техён. «Он с дикарями только так!» — впиваясь в его губы, рычит Чунгук. «Принц хочет оттолкнуть, держать марку, но противостоять поцелуем этого альфа очень сложно». «Ты выйдешь за меня?» — шепчет он ему в ухо. «Что?» — принц аж поперхнулся от неожиданности. «Думаешь, я ничего не понял? Тебе нужно предложение прилюдно? Я завтра же его устрою». «Не нужно!» — едва слышно шепчет Тех. Боевой настрой тут же испарился. Господарь убирает прилипшие к его лбу мокрые пряди волос и снова целует. Нагло проникает, то языком в рот исследуя самые потаённые уголки. Всеми своими действиями показывает власть и превосходство, при этом смешиваясь с невероятной нежностью и страстью. «Ким Техён, ты станешь моим мужем?» Он отстраняется и смотрит в ожидающе. «Мне кажется, мы здесь именно по этой причине». «Чонгук!» — ошарашенно произносит принц. «Да или нет?» — Альфа всё ещё нависает над ним. «Если я сейчас скажу, что мне нужно подумать, ты меня утопишь?» — смеётся Техён и дёргается, пытаясь улизнуть. «Нет. Сделаю кое-что похуже. Взгляд Чонгука темнеет и не усилит ничего доброго. «Уже отшлёпал, искупал!» «Что ещё?» — усмехается принц и дёргает брови, чувствуя, как учащается сердцебиение. «Тебя показать, как я злюсь?» Он рычит прямо в губы и обжигает горячим дыханием. «Трясусь от страха!» — с вызовом шепчет Те, ощущая нарастающее возбуждение в перемешку с волнением. «Снимай халат!» — приказывает господарь. «Вот ещё!» — принц закатывает глаза и ухмыляется. А продолжение этой главы вы сможете услышать на бусте либо прочитать в оригинале, пройдя по ссылке в описании под видео. А на сегодня это всё, дорогие мои. К сожалению, глава здесь не полная, но ничего не поделаешь. Цензура, товарищи! А с вами была Маруся. Мы совсем скоро встретимся. И пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok